Видео в Одноклассниках И это еще порядка отдельно полутора терабит трафика на обычные видеоролики. Сегодняшняя наша часть доклада будет посвящена именно онлайн-трансляциям в 3 терабита в качестве 4К и где-то порядка до 2 миллионов онлайнов. Итак, господа, кто из вас знает, как раздать терабит? Поднимите руки. Отлично, конференция Highload, многие знают, и действительно этим никого сейчас не удивишь. И мы тоже, на самом деле, последние лет 5 думали, что хорошо знаем, как раздать терабит, пока к нам не пришли Криштиано с Месси и не решили у нас погонять мячик. Погоняли они у нас его на 2,2 миллиона онлайнов, и нам прям было очень плохо в этот момент. После этого мы сделали работу над ошибками. И уже через несколько месяцев прекрасно показали на 1-2 терабита хоккей финал Олимпиады. При этом у нас задержки были даже меньше, чем у первого канала. Мы показывали нам пару секунд раньше. И вот совсем недавно смогли раздать из своих серверов 3 терабита на боях Нургамедова против Макгрегора. Вот, соответственно, вот всем этим я с вами и поделюсь, тем, какие мы выводы сделали, как мы это исправили, и какую мы систему построили. Ну и как обычно, всегда все сервисы начинаются с архитектуры и ТЗ. Мы работаем в соцсети, и технических заданий у нас нет, а архитектура вмещается на один слайд. Например, архитектура любого видеосервиса выглядит как у вас есть видео, которое к вам входит на вход, оно входит у вас с мобильных телефонов, с десктопов или от партнеров, как-то преобразуется и выходит на вашу аудиторию, на клиентов. Здесь все просто. Как мы уже поняли, действительно, раздать терабит, когда есть терабит, это легко. Поэтому мы будем сегодня разговаривать про то, что действительно сложно. А сложно раздать, например, 3 терабита, когда к вам пришли за шестью. А почему так на самом деле происходит? Почему нельзя заранее спрогнозировать? На самом деле угадать, сколько у вас будет аудитории на трансляции, крайне трудно. Это зависит от дня, от времени суток, это зависит от времени года, это зависит от погоды. В принципе, предсказать аудиторию на вашей трансляции – это то же самое, что предсказывать погоду. Такое же неблагодарное занятие. И даже если вы все правильно предсказали, всегда есть варианты, когда у вас будут ложиться ваши коллеги, конкуренты, партнеры, и вы будете прямо видеть, как пользователи приходят с их сервиса на ваш. Время смены пользователями сервиса, оно меньше минуты. То есть если где-то трансляция залипла, и пользователь за 10-20 секунд не продолжил смотрение, он очень быстро перемещается в поисковик и там находит, собственно говоря, те сервисы, которые работают. Вы даже не успеете садаптироваться. Следующая проблема, которую мы будем с вами решать, что любой видеосервис – это пайплайн. Видео входит, как-то там транскодируется, преобразуется, раздается, и мы хотим на всех этапах иметь возможность масштабировать отдельно все эти параметры системы под наши нагрузки. Ну и следующая наша самая главная задача – сделать пользователей счастливыми. А для счастья пользователей это, собственно говоря, высокое качество, и мы себе поставили планочку в 4К. Это быстрый первый кадр, когда вы начинаете смотреть видео, чтобы вы понимаете, что сервис откликается, он живой. И низкие задержки. Наверное, да, многие из вас знают такую ситуацию. Сидишь, смотришь в онлайне, у вас уже все соседи радуются забитому голу или шайбе, а у вас еще там 2-3 секунды задержки, даже такая небольшая задержка, она неприятна. Вы еще смотрите матч, а там уже все празднуют. Итак, что нас сегодня ждет? Сегодня нас ждет 4К-стриминг на 3 терабита. Мы порешаем с вами задачу сделать пользователей счастливыми, сделать себе систему удобно масштабируемой и подготовиться к непредсказуемым нагрузкам. План на сегодня. Мы рассмотрим видео-пайплайн, пооптимизируем FFMPG, посмотрим, как там у нас используется Nginx, потюним TCP и разберемся, как с этим масштабировать. Дальше мы на всю нашу систему подадим нагрузки, ее поперегружаем, потом поговорим про low latency streaming и поговорим про будущее видео-стриминга. Ну что, самое простое, первая часть, видео входит на вход, оно входит, например, в 4К. И для того, чтобы дальше, наша задача для каждого зрителя подобрать ему наиболее оптимальный битрейт и нарезать его. Ну, начнем со входа. Ой-ой-ой. Что же он так перескочил? Раз-раз. Отлично, со входа. Ну, у нас наши пользователи одновременно проводят, ну, там, до 2000 лайв-трансляций, мы себе поставили планку. Максимальная трансляция в 4К, мы себе ставим битрейт на нее порядка 50 мегабит, можем и больше. Понятное дело, что если это все перемножить, еще посмотреть средний трафик, это порядка 6 гигабит на вход, это никакой не хайло, здесь все очень-очень просто. Форматы мы принимаем, вот там написано RTMP, WebRTC на вход, еще свой формат принимаем. Как выглядит загрузка этих стримов? Пользователи или профессиональные правообладатели приходят со своим контентом в определенных форматах, узнают IP нашего сервера, начинают в него отправлять свой стрим. Вот, мы это отправляем на трансформацию, на наш pipeline дальше, и все пришедшие данные сохраняем в распределенное хранилище, для того, чтобы вы могли получить потом запись, и ничего не пропало. Если у нас пропадет сервер, клиент пойдет по другому IP-адресу, и, собственно говоря, попадет на тот же трансформ, все ровненько склеится, никаких проблем здесь не будет. Под крупной трансляцией, конечно, для того, чтобы не произошло DDoS или еще что-нибудь, мы закрываем главный сервер трансляции, и, собственно говоря, через него идет только одна трансляция. Особых проблем здесь нет, общий трафик на выходе этих серверов, это 18 гигабит в хранилище, еще 6 гигабит на трансформы. Формат он дальше поддерживает уже внутри системы, мы пробрасываем все по RTMP. Балансируем, понятно, DNS-раундроби, но никаких сложностей. Трансформация. Трансформация. На вход у нас приходят разные кодеки, чуть-чуть дальше скажу, что это вообще, как это работает. Вот, битрейт порядка 50 мегабит, 2000 стримов, все просто. Для того, чтобы понять вообще, чем занимается транскодер, нам нужно понять, что такое видео. Видео — это 24 кадра в секунду или 60 кадров в секунду, это просто кадрики. Вот. Задача, собственно говоря, вот это видео, задача кодека — его сжать. Понятно, что неэффективно просто хранить 60 картинок, поэтому есть такая абстракция, как опорный кадр. Считайте, что это просто джипешка. И есть некоторые дифы к ней. Это отличие этого, это некоторые изменения этой картинки от предыдущей или от предыдущих. Вот. С аудиокодеком еще проще, он просто режет на куски и кодирует. Сейчас самый популярный кодек H264, если у нас останется время, мы об этом тоже поговорим. Так. Часто многие спрашивают про битрейт, резолюшн, вот что эти цифры в плеере означают. Вот наше соотношение битрейтов и резолюшнов, которые мы отдаем пользователям. Снизу есть ссылка на статью, в которой указаны рекомендованные диапазоны. Понятно, что 4К резолюшн можно отдать и в одном мегабите, но там будут только одни артефакты кодеков, поэтому делайте как-то примерно, как там написано. FF-impeg. Ну, изначально мы его использовали в лоб, брали 4К-стрим и начинали транскодировать. Задачка у нас была, с одной стороны, low latency, потому что мы хотим шайбу вовремя смотреть. Вот, с другой стороны, стримов у нас много, вот, и мы хотим экономить оборудование. И тут мы померили, сколько у нас занимает транскодирование из 4К во все нижние качества на различном оборудовании. Смотрим это оборудование и видим, что на 60 фпс входного потока у нас справится только NVIDIA P4. Вот, и, в принципе, из доступных у нас процессоров, которые мы используем для транскодинга, ничего нам помочь не может. С одной стороны, не хватало производительности CPU, с другой стороны, мы решили все-таки не транскодить все на GPU, а посмотреть вообще, какие там есть проблемы. Как работает FF-impeg? У вас есть декодировщик, заходит стрим, он начинает вам эти кадры, видео отдавать. Предположим, они у вас в 4К. Дальше вам нужно получить все качества ниже. У вас запускается рескейлер, который из большой картинки кодирует в более маленькую. После этого у вас запускается еще один рескейлер, который еще в более маленькую. И так у вас будет там порядка 7 раз происходить одна и та же операция, которую из большого скейла делает в маленький. Дальше это все отправляется в кодировщики. Кодировщики, они классные, они там в FF-impeg с отдельными воркерами работают. Но если посмотреть на вот такой подход, то, с одной стороны, по перформансу стоимость операции скейла, она пропорциональна именно входному разрешению, когда вы в минус скейлите. Соответственно, это она, с одной стороны, дорогая, с другой стороны, если вы почитаете, увидите, что на самом деле, на всяких фотофорумах, что нельзя скейлить из 4К в 240. Это плохая операция, лучше использовать промежуточный скейлинг, и у вас даже картинка будет лучше. Собственно, поэтому мы pipeline FF-impeg в этом месте подправили. Подправили. И стали хотя бы из 4К скейлить в 2К. И потом уже эту заскейленную картинку отдавать дальше. Вот. Сэкономили себе еще порядка 30% ресурсов скейлинга. Получили картинку получше. Следующая штука. В FF-impeg для каждого входного какого-то потока существует некоторый source thread, который его обслуживает. Вот так его выберет архитектура. У вас есть декодер, в котором вы указываете, сколько воркеров там работает. Там 5-10, неважно. Вот. Он у вас отдает кадры. Эти кадры последовательно этим source thread'ом начинаются скейлиться, все синхронненько происходят, и потом отправляются в энкодеры, которые тоже вы настраиваете, сколько вам потоков на это будет требоваться. Вот. Классно. Ну, картина выглядит примерно так. У вас есть source thread, который занимается все время скалированием и пытается все кодеки накормить активно. Вот. А остальные в это время простаивают. Как пофиксить? Ну, отказаться от source thread'а или вот один из вариантов, который рекомендует сам FFMPG, это запустить несколько декодеров. Но декодеры в 4К, они довольно дорогие, их еще придется как-то там синхронизировать между тем для переключения качества. Вот. И есть второй вариант – пилить свой транскодер, как это делает Twitch. Вот здесь есть статья, они как раз этой проблемой серьезно озаботились. Вот. Мы тоже запилили свой транскодер, полностью отказались от source thread'а. Используем одну блокирующую очередь на один кадр для этого дела и для каждого рейскейлера запускаем отдельные воркеры. Вот. Подцепили FFMPG как библиотеку. В результате после этого тюнинга даже на CPU получилось резать 4К. Еще особенность. Если вы будете резать 264-ку, то у вас будет такая ситуация, что чем больше вы тредов даете энкодеру или декодеру, тем выше latency от входного кадра до выходного. То есть вы ему подали картинку, там чем больше тредов, тем дольше он что-то с ней делает, прежде чем вы на выходе получите тот же самый фрейм, который был на входе. Ну и да, так как мы занимаемся low latency трансляциями, обязательно, если вам нужно будет, почитайте про Tune Zero Latency для H264, это обязательно нужно включить. Теперь что у нас именно вышло по latency между кадрами. Для однотредовых, вы видите, задержка там чуть больше 100 миллисекунд по времени от входа и выхода. А вот если посмотреть для 720 в этом месте, то вот видно, что если мы 720 в качестве дадим 4 треда на той же машине, то latency у нас вырастет. Поэтому если у вас справляется CPU с нагрузкой, лучше используйте минимум тредов. Дальше, начиная с 1080, мы начинаем использовать GPU. Вот. Там такая же история. Соответственно, транскодируем мы либо на CPU, на облачных транскодерах, вот здесь есть статья про то, как у нас устроено облако, либо мы гоняем это на GPU P4. У GPU, понятно, FPS выше на выходе, она больше, может с большей скоростью транскодировать. CPU сейчас, по крайней мере, по стоимости получаются подешевле. Одна NVIDIA GPU P4, которую мы используем на Pascal, она может резать, транскодировать во все нижние два 4К. Вот одна утилизирует энкодер и декодер на 40%. Причем обратить внимание, не CUDA ядра, а именно энкодер и декодер. Собственно говоря, что такое, как вообще NVIDIA работает с кодированием, что такое NVENG? Отдельно на карте установлены еще процессоры, которые занимаются, выполняют команды, именно связанные с транскодированием видео. В принципе, самое главное, что там не делать, это не копировать ничего за пределы карты, работать с кадрами внутри. Rescale тоже прекрасно работает на GPU. И самое интересное, что у вас CUDA ядра в это время будут вообще простаивать. То есть она будет работать только на этих сопроцессорах. Если кто-нибудь знает, как эти CUDA ядра можно еще утилизировать, там, не знаю, эфир помайнить, пишите, я пока не разобрался, как это можно параллельно сделать с транскодингом. Итак, если вам нужно затранскодить видео, у вас стримы меньше 4К, у вас счетное количество, просто возьмите ffmpeg, возьмите CPU и ничего не делайте. Если у вас 4К, проскошельтесь на GPU-шке, Pascal, если возьмете вольт, я думаю, там вообще космос будет. Если у вас все-таки стримов стало больше, порядка тысяч, то уже стоит оптимизировать rescale. И, собственно говоря, если у вас еще и 4К, и всего много, ну не поленитесь, перепишите pipeline, не так это трудно. Что мы получили в итоге по трансформу? Выходной у него кодек 264, битрейт на одном виде уже до 100 мегабит, то есть 50 входной плюс все, которые ниже. Вот, максимум там 2000 стримов мы держим, ну выходной трафик где-то 12 гигабит, кстати, с этого всего кластера получился. Балансируется он таким образом, что находит машину, на которой больше всего свободных ресурсов, которая подходит для выполнения задачи, туда отправляет. Собственно говоря, дальше. Дальше раздача. Раздавать мы умеем со своих железных серверов, там которых у нас порядка сотни. Умеем раздавать еще с серверов облако, и еще ссылка на облако. Железки у нас раздают порядка 40 гигабит в секунду, можно и больше. Вроде бы задача очень простая. Вот у нас пришло 2000 стримов, мы их прогнали через оплоды, там 200 трансформов для них, 400 даунлоудов, и вроде бы там 3 терабита с этого железа довольно легко раздать. Вот вопрос в зал, сможем ли мы при такой схеме раздать? Кто думает, что сможем? Все думают, что не сможем? Ну, хорошо. Действительно, давайте посмотрим, где здесь есть у нас подвох. Входной стрим 50 мегабит, дальше он превращается где-то в соточку. И тут вот у нас один транскодер обслуживает 400 даунлоудов. Таким образом получается, что этому транскодеру нужно еще и по 40 гигабит трафика вставить, так как транскодеры у нас облачные, и используем мы различные железа, которые у нас есть. Понятно, что везде снабдить его такой сетью для случаев популярного стрима мы не можем. Поэтому мы добавили себе промежуточную стадию. Она выглядит таким образом. Это сегментер. Один трансформ может стримить свой стрим порядка 10 сегментерам. Ну, ему сеть это позволяет, 100 мегабит на 10, там как раз где-то гигабит получается. Можно гигабитную сеть на трансформах использовать. И дальше эти сегментеры уже со своими 10-гигабитными внешними сетями могут обслуживать до сотни даунлоудов. Таким образом, при такой схеме наша математика получается такой, что мы можем обслужить до 1000 серверов по 40 гигабит. Ну и в пределе это 40 терабит. Что же он так любит перескакивать? Вот, это в пределе 40 терабит, что в принципе больше, чем достаточно. Нас эта архитектура устраивает. Собственно говоря, почему он еще называется сегментером? Ну, потому что на самом деле, кроме того, что он этот мультипликейшн фактор нам делает для раздачи, он еще все потоки, которые есть, упаковывает в различные контейнеры. Об этом мы поговорим. Упаковывают в Dash, HLS. И поэтому количество разнообразного видео с него выходит еще побольше в плане трафика. Сегментация. Для того, чтобы поговорить по сегментации, нужно понять, как вообще доставляется видео до пользователя. У вас есть аудио-видеопотоки, закодированные кодеками, и вам нужно доставлять это видео. Оно разбивается на некоторые небольшие сегменты. Эти сегменты снабжены в видео плюс аудио для этого времени. Эти транспортом может в данном случае быть MPEG-TS или фрагмент от MP4. И, соответственно, есть манифест, который клиент периодически обновляет, в котором есть все ссылки на эти фрагменты. Одним из таких форматов является MPEG-Dash. Вы можете часто встречать манифест MPD. Внутри этот манифест содержит ссылки на все качества. Ваш плеер получает этот манифест и согласно вашей пропускной способности сети выбирает качество, которое нужно играть, и в процессе изменения может переключаться. Переключаться он может на границе фрагментов, и каждый фрагмент начинается с того самого опорного кадра, о котором мы говорили, то есть фактически с фотографии. Ну, очевидно, для чего это нужно, для того, чтобы вы с этого момента могли начать играть. Есть еще следующий формат стриминга, это HLS, он чуть более старый. У него из особенностей является то, что у него два уровня манифеста, общий манифест, который ссылается на манифесты каждого качества, которые ссылаются уже на сами сегменты. Что не очень хорошо, в плане старта у вас есть как минимум лишний раунд-трип при обновлении. Но это не самая главная проблема. Кроме этого, исторически у него транспортом является MPEG-TS, а у MPEG-TS в транспорте пакеты размером по 188 байт. Это ведет к лишнему оверхеду на сеть, и это ведет к тому, что ваше оборудование должно генерировать, собственно говоря, эти пакеты. Там на 40 гигабит в секунду получается надо 26 миллионов пакетов в секунду таких формировать. Ну и пусть это тоже не проблема, но играющий плеер в качестве в 4К HLS, он прям на него смотреть больно. Вот, поэтому это довольно плохой формат для именно воспроизведения высокого резолюшена в плане даже сети доставки в плане плеера. Вот. Apple в 2016 году анонсировал фрагменты TMP4 внутри HLS. В принципе, это сейчас доступно на iOS, но мы это не поддерживаем, мы уже ушли от этого формата. Вот. Может быть, вы кто-нибудь встречали сервера для фрагментов TMP4 внутри HLS. Собственно говоря, форматы, которые поддерживаются. Apple исторически всегда продавливает HLS, Google продавливает Dash, поэтому Dash в экзоплеере на андроиде доступен. YouTube всегда все стримит, играет в Dash, и у него HLS это фалбэчный формат. Ну и мы тоже у себя, кроме каких-то low latency интерактивных трансляций, тоже стараемся использовать Dash. Что нужно, чтобы сегментировать в видео? Используйте FFmpeg, выберите контейнеры, Dash, HLS. Если много будете транскодировать, защититесь вот таким вот способом, защитите свой транскодер от трафика раздачи. Ну, сегментор, в итоге выходной трафик сегменторов, может быть, их по 10-гигабитными карточками, порядка 20 штук, может быть, 200 гигабит. Формат он уже отдает RTMP, Dash, HLS и все, что мы от него захотим. И на каждый стрим у нас минимум два сегментора, на случай, если один выйдет из строя. Ну и в случае популярных трансляций, понятно, это все масштабируется. Следующая штука осталась. Все нарезали, упаковали, доставить до пользователя. Доставка до пользователя выглядит примерно так. Мы на одном сервере хостим сервер, сервис наш на Java и кэшируем Nginx. Он ходит к нам по HTTP, забирают, к нему приходят пользователи. Все предельно просто. Задачка про 500 миллисекунд. Смотрим на наши фрагменты, которые качаются. Все качаются с одинаковой скоростью 100 миллисекунд, один иногда проскакивает 600. Если все будут качаться по 300 миллисекунд, он будет проскакивать 800. Как вы думаете, кто в этом случае тормозит? Nginx или Java? Давайте. Кто думает, что проблема в Nginx? Один человек, два, три, четыре. Кто думает, что Java тормозит? О, гораздо больше. На самом деле в этом случае посмотрим что. У нас есть клиент, он приходит с Nginx за данными, он проксирует их до нашего сервера, наш сервер ему отвечает, все здорово. Если приходит другой клиент в одно такой неудачный момент, в тот момент, когда Nginx выполняет запрос, у него взята блокировка, он говорит, что этот фрагмент у него качается, все здорово, то он заводит таймер. И таймер на 500 миллисекунд. Черт его знает, но это захардкожено. Соответственно, ответит, в случае все пользователи, пришедшие на момент загрузки этого сегмента Nginx сервера, получат вот такую задержку в виде этого таймера. Соответственно, если вы хотите раздавать, вам это лучше пофиксить. Ну, почему? Потому что очевидно, что для нашего эстиматора внутри плеера, который считает, какое качество нужно качать, появление таких фрагментов, которые начинают жестко, в шесть раз дольше качаться, свидетельствуют об осадке сети, и вы для пользователя это видите как периодическое желание этого плеера переключиться пониже. В зависимости от настроек, действительно будут плееры, которые будут переключаться, возвращаться обратно в такие моменты жизни. Мы зафарили багу, обязательно, конечно, мы зафарили багу. Мы выложили патч. Пожалуйста, тоже можно посмотреть. Пока на нас не обращают внимания, в мастере до сих пор эта проблема сохраняется. Надеюсь, что ее когда-нибудь поправят. Дальше. Так как мы с вами задрали планку и все время хотим раздавать 4К, то надо будет немножко и TCP поправить. Для этого надо вспомнить. Наверняка тут много в главных залах было докладов про TCP, но немножко расскажу. У нас есть какой-то сервер, отправляет данные. У нас есть пачка данных, которые нужно доставить. TCP, он с гарантированной доставкой. Он вам скажет, что он либо доставил, либо нет. Поэтому он держит пакетики, отправляет. Они уходят на клиента. Клиент отвечает акком. За некоторый раунд трип вы получаете это так. Так, вроде бы все здорово. Вторая задачка. Задачка такая. Программист Вася, находясь в какой-то классной IT-компании высокой башни с прекрасным Wi-Fi на 400 мегабит, хочет посмотреть конференцию Apple, которая находится в Калифорнии, и пинг у него в 250 миллисекунд. Вася хочет посмотреть ее всего лишь в Full HD. Кто думает, что Вася сможет посмотреть? Действительно. Почему же Вася не сможет посмотреть? На самом деле Вася может и сможет посмотреть, но все зависит от того, как у Apple настроены сервера и какого размера у них сэндбуфер на отправке. Дело в том, что у TCP есть такая особенность, что так как у вас есть тот самый сэндбуфер, то оттуда данные уходят ровно тогда, когда у вас придет акк на эти данные. Поэтому отправлять больше, чем размер сэндбуфера за время раундтрипа он не может. Поэтому если мы аккуратненько посчитаем, то получаем, что пропускная способность у нас ограничена размером буфера за оборот раундтрипа. Если аккуратненько все пересчитать, то для данной сети получится всего 4 мегабита. Получается от нашей полосы в 400 осталось только 1%. И в таком случае, если у нас сэндбуфер у Apple 128 кб, то Вася не сможет посмотреть. Вот я прямо сидя в офисе на небольшом пинге правил сэндбуфер и смотрел, как у меня прекрасно растет скорость. Поэтому если вы собираетесь там деливерить 30-50 мегабит 4К, то обязательно поставьте хотя бы 256 килобайт. Congestion control. Надеюсь, тоже в главных залах многие из вас знают, что это, но быстренько прогонимся. У нас есть сеть, вы отправляете пакеты, часть из них пропадает, все хорошо. Вы отправляете больше пакетов, они все пропадают, происходит перегрузка. Задача congestion control защитить как раз сеть от таких перегрузок. Работает он за счет некоторого алгоритма окна, congestion window. Суть его в том, что нельзя отправить данных больше, чем размер окна. Если размер окна 1, то вся ваша передача будет выглядеть таким образом. Если окно, например, увеличилось в стало 4, вы можете отправить сразу 4 пакета и дальше по мере приходов сможете отправлять дальше. Как это работает? Сейчас дефолтный congestion window стартовый везде 10, он разгоняется и после каждого успешной доставки получения окно унжимента начинает увеличивать его в 2 раза. После этого происходит перегрузка сети, пакет дропается, он схлопывает это окно. Вроде бы все классно и работает. С точки зрения маршетизаторов это выглядит так. Сначала у вас все ровненько-ровненько приходит, потом на маршетизаторах появляются очереди. Вы отправляете много пакетов, а доходят они уже так чуть-чуть разреженно, очередь копится и дальше он начинает дропать пакеты. Понятно, что маршетизатор довольно умный, он перед тем, как у него сеть на выходе переполнится, начинает рандомно в различных подключениях дропать пакеты. Для чего? Для того, чтобы все клиенты с алгоритмом окна поняли, что у них пакет пропал, схлопнули окно и таким образом бэк-прежа реализован в этом маршетизаторе. Ваш клиент, соответственно, с окном 80 потерял пакет, схлопнул и начал разгоняться дальше. Вроде бы все выглядит логично, но если у вас высокий пакет-лосс, то от вашей пропускной способности сети ничего не остается. А у нас уже давно мобильных клиентов больше, чем десктопных, и все сидят на беспроводных интернетах, и этот пакет-лосс, он действительно очень плохо влияет. Понятное дело, что congestion control не стоят на месте, они развиваются. Сейчас дефолтный congestion control в основном везде кьюбик, он дефолтный для Linux, для Android и для iOS. Он, в принципе, хорош, но в качестве фидбэка использует лосс, то есть наличие потери пакетов. Google в 2016 предложил BBR, мы сейчас про него немножко поговорим, который несколько лучше решает проблему перегрузки сети. Итак, вот наш маршетизатор, которому хорошо, вот кьюбик, который среагировал и стал уменьшать окно при потере пакетов, а BBR начинает уменьшать окно, опираясь не на потерю пакетов, а на время их доставки. То есть как только у вас начинаются появляются задержки и отправки, BBR понимает, что надо, как сказать, уменьшить передаваемый трафик. В принципе, это здорово, мы включили у себя BBR, это нетрудно, это нам очень сильно увеличило время смотрения, поэтому, если вы занимаетесь именно трансляциями и вам необходимо уменьшить буферизацию у клиентов и доставлять именно стримовые потоки, то BBR это решение для вас. Какая здесь есть проблема? BBR, когда смотрит, он смотрит на время пинга, то есть если у вас появляется очередь на маршруизаторе, у вас пинг начинает расти. Для BBR это как раз признак того, что надо уменьшать окно. Вот я попинговал тут Highload на местном Wi-Fi-чике, вот, получилась такая интересная штука, что пинг-то у меня очень неравномерный, а я сети не перегружал ни разу. Вот. На самом деле в сетях существует джиттер. Это на отклонение между соседними пингами, ну и вот средний джиттер получился 46 миллисекунд. У нас в сетях он тоже порядка 50 миллисекунд, и для, если померить, например, спид-тестом, он тоже сейчас говорит очень часто пинг и говорит еще джиттер. Но если у вас сеть вот с пингом 173 миллисекунды плюс джиттер еще 173 миллисекунды, то это уже очень плохая сеть, и BBR на ней будет работать крайне плохо. Поэтому это не серебряная пуля. Когда вы включаете, проверьте графики, могу рекомендовать ее исключительно для видеостриминга, в остальных случаях контролируйте. Итак, раздача. Как я сказал, порядка 40 гигабит сервера, для 10 миллионов онлайн мы готовы в плане того, что это нетрудно в количестве подключений. Форматы раздаем различные, RTMP, DH, HLS, WebRTC, все-все-все. Балансируем мы нагрузку на серверах, контролируем входной, выходной трафик и CPU на этих серверах. Что вам нужно, если что, чтобы раздать видео? Возьмите Nginx, возьмите патч, ссылка была. Если 4К, поставьте сентбуфер побольше, поменяйте congestion control, это уменьшит количество буферизаций на ваших клиентах. Ну и в принципе с одной хорошей железки можно, наверное, 80 гигабит раздать, ничего не делая. Специального для этого. Ну и так, какой у нас в итоге финальный пайплайн, Vokoh для этого получился. У нас внешние сервера раздачи, они ходят к внутренним сегментарам, все трансформы стримят на определенное количество сегментов в зависимости от популярности стрима, аплоды, которые принимают, все пишется в storage для того, чтобы вам потом предоставить запись. Ну и все мы это делаем на ZooKeeper, который оркестрирует и говорит для каждого стрима на каких серверах, сколько серверов и где это находится для того, чтобы это все балансировать. Видеоплеер. В принципе, конференция high load, поэтому про плеер будет крайне мало. Различные стандартные плееры HLS, Dash вас все устроят и будут играть. Единственное, с 4K будут небольшие проблемы в андроиде. На определенных устройствах они будут заявлять, что они играют 4K, но этого не происходит. Нам пришлось для них даже некоторый блэклист завести. Ну и в Smart TV два декодера, один 4K, другой обычный, вам нужно выбирать правильный в зависимости от того, какой у вас стрим заранее. В каждом плеере существует эстиматор. Я уже пару раз про него говорил. Что он делает? У вас есть какие-то качества, есть какая-то скорость сети, он на каждом шаге принимает решение качать качество ниже, выше или остаться на текущем. Вот, например, ситуация, когда у вас уже сегмент предыдущий скачался. Пусть у вас сегмент, не знаю, 6 секунд. 3 секунды он уже проиграл, у вас осталось еще 3 секунды в этом сегменте, что даже если он вроде бы успевает, если он не успеет, то предыдущий сегмент доиграет, а следующий он еще не скачал. Поэтому обычно они действуют консервативно и продолжают качать в этом качестве, делая небольшую буферизацию за дел вперед. Когда буферизации хватает, эстиматор принимает решение, что ему нужно переключиться. Так, ну что, весь пайплайн мы обсудили, от загрузки до плеера. Давайте попробуем это все понагружать. Как я уже сказал, там порядка 100 серверов раздачи, у нас в Одноклассниках 4 дата-центра, вот, раздавали мы порядка 3 терабит. Как мы, да, балансировка раздачи. Все вроде бы просто. У вас есть CPU, входной-выходной трафик, вы оцениваете сервера какими-то весами и взвешенным рандомом разбрасываете пользователей. Ну понятно, почему нельзя валить на самый незагруженный, потому что у вас есть latency по обновлению метрик сервера, и вы можете его очень быстро прикончить. Ну вот бывают такие ситуации, когда у вас наступает перегрузка, и вы понимаете, что на самом деле у вас уже все сервера загружены, и пользователю в принципе отправлять некуда. Причем, почему нельзя перегружать сервера, почему нужно доходить до какого-то лимита и дальше этого не делать. Потому что, если у вас пропадают пакеты, у вас начинаются ретрансмиты. Если у вас затупил плеер, то он начнет перезапрашивать данные с этого сервера, потом пойдет по другим серверам, у вас будет лавинное отключение. Вот как мы называем это retry help с точки зрения видеоплеера. Это выглядит так. Плеер у вас равномерно качает сегменты стрима. Скачал один сегмент, спокойно скачал второй, третий. После этого у вас плеер на некоторое время затупил. Затупил, затупил. Он немножко отстал. Он в это время мог буфер даже играть, у вас могло даже не быть крутилки, но подотстал от трансляции. Что происходит? Он догоняет. И догоняет он так, он постоянно начинает все эти сегменты выкачивать. То есть, если стримящий, который у вас есть, стрим входной от партнеров или от пользователя под затупил и много зрителей, то вы получите удар трафиком. Вот, поэтому перегружать оборудование крайне не стоит. Если ваш сервер затупил, он тоже получит удар трафиком, который и так без того уставшему сервера, без того уставший сервер добьет. Кто знает, что делать в таких случаях? Есть какие-нибудь варианты? Давай. Ну, CDN это хорошо, если вообще все сервисы кончились. Все, что можно было, уже все. Да, действительно. На самом деле ваши сервисы не должны ложиться под нагрузкой. Ваши сервисы должны деградировать. Не пишите сервисы, которые падают. Ну, как деградировать? Ну, первое, на маленьком уровне сервер должен обязательно защищать себя от пользователей. Для этого он должен включать тротлер. Когда он понимает, что у него сеть заканчивается, он начинает всем подтормаживать. Соответственно, эстиматоры поймут, что скорость сети просела, переключится ниже, будет не очень страшно. Но клиентский плеер может не успеть адаптироваться к этому делу, могут появляться какие-то проблемы буферизации. Поэтому, действительно, для того, чтобы это было мягче, мы еще умеем убирать и качество из плеера. Но для этого вам нужно поправить свои плееры по возможности, где вы на них можете влиять, чтобы они перезапрашивали тот самый манифест, который содержит файлы, чтобы увидели, что в этом манифесте пропало качество, вы его убрали, и таким образом снизили себе нагрузку. По балансировке трафика в момент начала трансляции мы оцениваем трафик и делаем у себя какую-то внутреннюю балансировку, перебалансировку для этой трансляции. И если мы понимаем, что у нас какие-то стыки заканчиваются, подходят к концу, действительно скидываем в сторонний CDN те или иные подсети. В итоге балансировка выглядит так. Оплооды мы балансируем раунд-робином. Понятное дело, что трансформы умеем запускать где-то в облаках и так далее. Дальше балансируем сегменты по популярности стрима, даунлоды по входному и выходному трафику. Дальше это сбрасываем в сторонний CDN и дальше начинаем отключать качество. Что еще хочется сказать? Не забудьте защитить свой трафик. Всегда могут прийти люди, которые захотят ваш трафик показать в своем плеере, на своем сайте еще где-то. Поэтому сгенерируйте большие ссылки, в которые включайте там юзер-агент, ID-пользователь, IP и все остальное. Контролируйте по гео-ип, что там, где ссылку брали и ее играют именно в той же примерно локации. Для защиты веба используйте кросс-ориджин. Что еще можно делать? Можно еще использовать P2P-раздачу за рамками этого доклада. Можно экономить трафик. Трафик мы порядка до 30% на ней экономим. При этом можно экономить больше. Можно экономить вплоть до 80%. Но тут проблема. Что вам мешает всех-всех перепилить? Одна из проблем это установка peer-to-peer соединения и пробивка НАТО. Вот здесь есть ссылочка на мой доклад про звонки. И как раз звонки тоже peer-to-peer и 80% звонков это именно установка peer-to-peer соединения. У peer-to-peer раздачи есть проблема, что она вам растет latency. Вам нужно кэшировать больше сегментов вперед, чтобы этими сегментами раздавать их друзьям или тем, кто в вашей соседней подсети находится. И так как у нас все клиенты получают различный тип трафика, мы отдаем на iOS, Dash и так далее. У нас очень часто эти сегменты разные, они не пересекаются. Какие еще есть способы борьбы с задержкой, как ее померить? Ну, очень просто. Вы включаете таймер, можете этот таймер застримить. Вот видно, что время от снятия с камеры до отображения на дисплее у нас там буквально 15 миллисекунд. И потом вы включаете трансляцию на вебе, смотрите, задержка там 12 секунд, 12 секунд, например. Это стандартная задержка на какой-то HLS. Можно так все сфоткать и померить. Как с этим бороться? есть существует Low Latency Dash, HLS, нужно уменьшать размеры сегментов. Порядка трех секунд можно у нас удается получить задержку для всяких хоккеев и всего остального, для того, чтобы вы смотрели раньше, чем телевизор. Какие проблемы? Для 4K, Low Latency, HLS, это вообще плохо по нагрузкам на клиентские плееры. У вас растет битрейт и оверхед, чем меньше у вас сегментов. И, собственно говоря, каждый сегмент еще должен начаться с K-Frame, поэтому получается деградация. С одной стороны у вас битрейт потока высокий, а с другой стороны качество у вас падает. И когда вы затягиваете под Low Latency, у вас падает эффективность раздачи peer-to-peer. Какие есть вообще проблемы TCP? Вот это стандартный интернет наших пользователей, на котором они видео смотрят, мобильный, порядка 1,7 мегабита, 0,1 пакет лосс. Если вы в такой сети используете для доставки стрима или стриминга с клиента используете TCP, у вас возникают такие стандартные проблемы, как head-of-line блокинг. Наверное, многие знают, вы запихнули аудио-видео, доставили, отправили это в сеть, это все на клиенте уже собралось, но потерялся один пакет. Для видео на самом деле вот эти пришедшие данные, которые он никак не может забрать, это вообще не проблема. Потеряли какие-то кусочек данных, кодекс с этим прекрасно справится. Но из TCP вы никак не можете вычитать следующие данные, вы вынуждены фрозиться. Вторая проблема, что у вас, если такой называемый буфер-бовод на TCP, что если вы уже перегрузили буфер данными, понимаете, что у вас скорость просела, вы никак на этот буфер уже повлиять не можете. Соответственно, пользователь может увидеть такую крутилку. Минус этой крутилки в том, что в простом случае в плеере ее трудно догнать. То есть, если он уже отстал на пару секунд, он так и будет смотреть трансляцию с тестованием. Какое интересное решение. Наверное, протокол QUIC, все у вас, все, наверное, слышали про него сегодня здесь уже много докладов. Его основная суть, что он реализован поверх UDP. Он имеет набор стримов, они там приоритизируются. Google заявляет, что у них на 18% меньше столов на QUIC, что в принципе похоже на правду. И уже порядка 12% трафика в мире это QUIC. Для тех, может быть, сделать какое-то открытие, но когда вы ходите с Chrome в Google, это QUIC, на YouTube вы тоже ходите, это QUIC, поиск в Android QUIC, Google Drive, следующий релиз, это тоже QUIC. И даже последняя iOS-конференция сказала, что у них тоже будет поддержка QUIC в скором времени. Поэтому мы тоже уже очень давно используем у себя UDP для уменьшения задержки и для менее популярных стримов, в которых нам не требуется доставка peer-to-peer в использовании сторонних CDN-ов. Мы на этих стримах используем у себя протоколы типа WebRTC для доставки или свои самописные протоколы latency, порядка 300 миллисекунд можно гарантировать. Единственной проблемой является, что раздавать UDP несколько дорого, потому что он дольше маршрутизируется по таблице при отправке. И есть еще Latch Segment of Law для TCP, который позволяет вам не формировать все пакеты на CPU, а вот если вы делаете UDP, то у вас работает CPU для каждого пакета. Эта проблема не только на Linux, она и на Windows присутствует, поэтому перформанс UDP раздач несколько ниже. В Одноклассниках у нас есть свой протокол стриминга по верху UDP, и вот, собственно говоря, ссылочка на HUBB, там можно про все это почитать. И последняя часть очень небольшая, собственно говоря, тренды и что нас ждет в будущем в раздаче видео. Кажется, что FPGA должно решить проблему транскодирования. GPU очень классные, но кажется, что мы платим за куду, которая стоит, то есть, в принципе, всего два скодировщика решают нашу проблему. Мы тестировали X-Links, вот, соответственно, пока нас не устроила его скорость, но кажется, что это правильное направление. Кодеки. Сейчас все работает в 264, есть 265 VP9, их основная проблема, что они классные и лучшие, но 265 играет только в Microsoft Edge браузере и на Smart TV, а VP9 он хоть и поддерживается хромом, но при этом в него не существует софтверных кодировщиков. Софтверный кодировщик, это, во-первых, дорого, во-вторых, на клиенте он моментально сожрет вам всю батарейку, поэтому Google сейчас продвигает кодеки EV1, он уже вышел, он доступен в софтверной реализации, и где-то в 2020 году, я думаю, что появится его хардверная реализация, и мы сможем туда переехать, в общем, ждем, верим, пока основной 264. Будущие доставки. Вот интересный тренд, у нас в Оках смотрители видео, у них за последний год соотношение Wi-Fi и LTE поменяется все в сторону LTE. Будет все больше и больше люди пользоваться мобильным интернетом против подключения конкретного Wi-Fi в конкретных кафе, гостиницах и так далее. Скорость растет, за последний год у нас мобильный интернет тоже наших пользователей с 1,2 мегабита подрос до 1,7. Что нас ждет дальше? Дальше, я надеюсь, что к нам придет IPvSX с его мультикастом, мы полностью уйдем от TCP-раздачи, у нас везде будет UDP-раздача, latency и использовать все эти преимущества кодеков для потери пакетов, вы еще сможете один пакет доставлять сразу куче пользователей за счет мультикаста. Поэтому думаю, что будущее будет IPvSX, UDP и мультикаст. Итак, заканчиваем. Что мы получили? Мы получили 4К-стриминг на 3 терабита, который даже не ложится под, когда от него хотят 6. Он просто мягко деградирует. Мы получили непрерывный стриминг при потере любого оборудования и получили возможность горизонтально масштабироваться под наши нагрузки. Что вы узнали? Что ваши сервисы должны не ложиться, а деградировать. Вы узнали, как работает видео-пайплайн, как его можно оптимизировать и потюнить. И вы узнали, что на самом деле все матчи Ла Лиги можно смотреть в 4К на одноклассниках. И еще, еще одна последняя вещь. Если вы хотите сделать классный сервис, который там показывает, стримит даже 1080, поднимите себе планку до 4К. Вы сразу пофиксите проблемы в кодировщиках, в раздачах, в больших сегментах и в прочих вещах. Мы столько всего интересного вычистили, что потом ваш 1080 будет работать просто прекрасно. Спасибо. Вопросы? Давайте. Подождите микрофон, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы не пробовали строить систему распределенного транскодинга для того, чтобы избежать использования аппаратных средств? Таких, как NVIDIA и так далее. Что значит распределенный? Фактически бить входной сигнал в том виде, в каком он есть на сегменты и транскодировать их. То есть можно один сегмент отправить в одно место, другой в другое? Да, да, да. У вас сильно latency вырастет. Да, безусловно, вырастет. Смотрите, как работает кодек. У вас есть опорный кадр и есть к нему дифы. Поэтому, если кодек кодирует что-то, то он должен иметь с кейфрейма до следующего кейфрейма все данные на выход требуются с него одного. Поэтому, соответственно, это зависит от частоты кейфреймов. Если у вас частота кейфреймов там раз в 2 секунды, что довольно часто уже, то, в принципе, вы можете брать кусок 2 секунды, отправлять на один серый, кусок 2 секунды на другой и потом склеивать. Но мы здесь бились за latency. Мы не хотели ждать, допустим, 300 миллисекунд latency кодека и бились для того, меняли пайплайн FFmpega, чтобы у нас было 100. То есть мы как бы работали на сотках миллисекунд. Поэтому позволить себе прирост в 2 секунды только на транскодинге мы никак не могли. Ну, это произойдет только в случае, если вы будете заранее готовить сегменты, а не отправлять сразу же в выбранный воркер, скажем так. Можно, но у вас latency будет, понимаете, возник тот самый случай с хоккеем, когда у вас друг смотрит на ОРТ и у него уже шайбу забил, а у вас ее нет еще. Это, я думаю, можно обсудить. Хорошо. Много вопросов, выбирайте. А вот у меня такой вопрос. Вы сказали, что на пиковых событиях у вас 3-4 терабита отдачи, да? Это все с внутренних мощностей или с использованием внешних CDN и прочее? Для топовой раздачи мы используем свое железо, которое у нас есть, железное постоянно стоит. Мы используем сервера в нашем клауде свободные, прямо там сотнями халлоцируем, там до 5 гигабит мы с одного, с одной ноды используем. И все, что не вязает, мы еще скидываем в CDN. Вот это все порядка, там более 3 терабит в сумме выходит. То есть до 3 терабита вы спокойно выдерживаете нагрузку без использования внешних сервисов. То есть это для вас экономически выгодно, чтобы пики именно… Да, лучше, конечно, пики дальше уже в некотором случае экономически становится выгоднее скидывать в CDN сторонник, чем держать еще дополнительное оборудование. Но в принципе при наличии клауда, когда у вас есть там ресурсы, вы можете что-то в облаке отмасштабировать и поднять кучу ресурсов, необходимость в CDN она становится все меньше и меньше и меньше. Спасибо клауду. Можно вопрос еще? Давайте. Извините. Вот, да, такой большой объем данных вы даете. Вы сами верно подметили, что можно увеличить плоскость раздачи до 80 гигабит с одного юнита, да? Сейчас уже в легкую можно и 100 и более гигабит с одного юнита отдавать. Работаем. Пока не идете. А, понял. Окей, спасибо. Ну, было собрано когда-то так. Как отмасштабируемся, все расскажем. Можно, наверное, там были вопросы. А вы хотите, скажите, я могу повторить, если? Спасибо, хороший доклад. Про инженера, например, давай, да. Если он будет по УИКу, он увидит. С накладными расходами, конечно же, он увидит, если он будет смотреть на компе, у него эти накладные расходы, они будут, соответственно, уничтожены. Если на мобилке, соответственно, даже с большим пингом он по УДП увидит. Сейчас, во-первых, да, но и по УИКу вполне возможно, у многих надежды, то, что по УИКу он это все увидит, да? Да, увидит, конечно. Увидит. Увидит. Вы, правда, вы тестили эту ситуацию. Вы имеете в виду, по КВКу? Он даже по ВПРТС это увидит. Нет, ну, по TCP-то он не увидит из-за того, что у него буфер маленький, получается. Да, но вы можете поставить буфер больше. Без тюнинга, без тюнинга. Без тюнинга, вот он просто включается. Если у него УИК, то он видит трансляцию. Вы это тестили? Да. Да? Да. Спасибо большое. Хороший доклад вообще. Привет, слушай. Давайте. Спасибо. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Для кодирования. Вы знаете, мы сравнивали наше оборудование по кодированию с серверами Elemental. Наверное, это что-то схоже с тем, что вы имеете в виду. Отлично. Тогда я знаю, что это. Elemental, да, это такая классная, очень дорогая железка, набитая GPU-картами. По производительности и стоимости наша комодити-железа, собственно говоря, вот с такой штукой, она прям в разы дешевле. Если вы попробуете 2000 лайвов порезать Elemental, вам придется очень много денег потратить на оборудование. Это такое железо, которое вы взяли просто в оборудовании. Как бы экономно с этим вы производите чем решение. Да. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!